В очередях на украинско-польской границе около двух с половиной тысяч грузовиков. Больше всего перед пропускными пунктами Краковец и Ягодин. Многочисленные акции польских фермеров проходят по всей территории Польши. Демонстранты блокируют дороги, автострады, магистрали и пограничные переходы. Причина чрезмерная, по мнению польских фермеров, конкуренция после либерализации правил перевозок между Украиной и Евросоюзом. Из-за этих действий, которые совершают польские фермеры, имеем существенное снижение количества пересечения границы грузовиками. Если говорить о направлении пропускной пункт Ягодин, это такое крупнейшее инфраструктурное направление, где за сутки границу могут пересекать и 1200, и 1400 грузовиков в обе стороны. То за сутки 3 марта около 70 грузовиков пересекли границу в сторону Украины и не один в сторону Польши. Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, в комментарии для Суспильная студия. 6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска на границе с Украиной, а 23 ноября к ним присоединились фермеры. 9 февраля 2024 года польский профсоюз «Солидарность» объявил общенациональную забастовку фермеров. Кроме запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, они требуют изменения европейской аграрной политики, в частности, так называемого «зеленого курса», ряда требований в экологической и климатической сферах. За время протеста польские фермеры несколько раз высыпали украинское зерно из грузовиков и железнодорожных вагонов. Ситуация на границе вышла за пределы экономики и морали, считает президент Украины Владимир Зеленский. «Необходимо найти, наконец, решение по ситуации на польской границе. Просто невозможно объяснить, как сложности, истекающие кровью страны, можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, мы пройдем и это». Кроме прочего, участники акции требуют, чтобы и Литва запретила импорт зерна из Украины и ограничила транзит агропродукции. Они обвинили Вильнюс в том, что украинское зерно после транзита в Литву якобы потом везут в обратном направлении, в Польшу. Однако официально таких случаев не фиксировали. 4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск посетил Литву, встретился с президентом и премьер-министром страны. По итогам визита Туск пообещал обратиться к польскому сейму с предложением ввести санкции в отношении российской и белорусской сельхозпродукции. Ведь Москва и Минск продолжают использовать зерно как оружие. «Я обращаюсь к спикеру парламента с предложением принять резолюцию, призывающую Еврокомиссию ввести санкции на продукты питания из России и Беларуси. Я убежден, что общеевропейское решение будет несравненно более эффективным, чем отдельное решение стран региона. Мне хотелось бы принять решение о санкциях в отношении России и Беларуси по продуктам питания и сельскохозяйственной продукции в целом по Европейскому Союзу». Очень похоже на попытки Кремля поссорить сторонников Украины. Так блокаду литовско-польской границы прокомментировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита. Она обратила внимание на то, что протесты фермеров – излюбленная тема обсуждения в шоу кремлевских пропагандистов. В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, блокада границы напоминает гибридные операции, спланированные Москвой. «Появилась конкретная позиция спецслужб страны Грассера России, которая на фоне, ну извините, нам может немножко чуть-чуть неграмотности польских фермеров, которые не вникли в экономическую ситуацию в мире и начали просто ввести с на вот эти вкиды». Украина и Польша найдут возможности урегулирования кризиса, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В то же время он не исключает, что предвыборные настроения в Польше могут влиять на ситуацию на границе до июня 2024 года.